Более 200 участников собрал межрегиональный турнир наследия, в котором за победу бились и боролись мастера боевого самбо. Соревнования были посвящены 40-летию ввода советских войск в Афганистан, где, по словам участников тех событий, единоборство нередко очень выручало наших солдат и офицеров. Самбо заслуженно считается настоящим достижением отечественных специалистов по боевым искусствам. Разработанное на основе дзюдо, а также целого ряда единоборств народов бывшего Советского Союза и вобрав самое лучшее, оно позволяет бойцу чувствовать себя уверенно в схватке с любым противником. Первый чемпионат мира был в 95-м году по профессиональным боям самбо, это как бои без правил в клетке. И там побеждали практически все наши боевые самбисты. То есть они имеют преимущество над всеми видами боевых искусств. Почему? Потому что боевое самбо, оно вмещает в себя все боевые искусства. Неудивительно, что самбо сразу же попало в поле зрения наших военных. В Афганистане оно не раз выручало, отмечают ветераны тех событий, которые и организовали Кубок Наследия, прощавший в минувшую субботу в Твери. Соревнования были посвящены 40-летней годовщине ввода советских войск в эту центрально-азиатскую страну. Очень здорово, что боевое братство, оно существует, афганское, оно живет вечной славой тем героям, которые сложили свои головы. Около 200 спортсменов приняли участие в нынешнем Кубке Наследия. За победу боролись не только тверичане, но и представители столицы Смоленска, Московской области. Все они отмечали не только высокий уровень, но и доброжелательную атмосферу соревнований. Среди почетных гостей Кубка Наследия был и лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. Сенатор убежден, что этот турнир должен получить постоянную прописку в спортивном календаре, причем не только в Верхней Волжье. Мы, наверное, сделаем это мероприятие в Твери традиционным, будет общероссийским. Возможно, выйдем на более широкий уровень наших афганских организаций постсоветского пространства. Самбо закаляет характер, способствует не только физическому, но и духовному совершенствованию, считает губернатор Тверской области Игорь Руденя. Поэтому региональные власти и дальше будут прилагать максимальные усилия по развитию и популяризации этого выдающегося отечественного боевого искусства.